Радио 54 Премия ЗОЖ. Кому она дается? За что? Кто решает, кому она достанется? Премия Здорового Образа Жизни это та премия, которую могут получить абсолютно любые люди, абсолютно любой человек. Будь то мама, будь то бизнесмен. То есть нет, в зависимости от пола, от возраста, социального статуса. У нас 8 номинаций, именно поэтому любой человек может принять в ней участие и воплотить свою идею Здорового Образа Жизни. Заявки все еще принимаются? Что нужно сделать, чтобы принять участие? Нужно подать заявку на сайт artwins.rf, заполнить анкету и приложить свою идею. Идею по здоровому образу жизни, которую человек хочет воплотить. Идея? Это какой-то проект или это идея, касаемая человека лично? Да. Можете примеры привести? Вам же уже присылают заявки? Да, заявки присылают. Некоторые хотят оформить свою фитнес-программу новую, внедрить ее в районы. Другие хотят открыть свою маленькую спортплощадку в своем районе, в котором, возможно, ну, эта сфера, она не очень развитая. Идей может быть куча. Поэтому на вкус и цвет. Ну, вот вы, например, придумали премию, да? Да. Мне кажется, что помимо правильного питания, спорта и здорового образа жизни, точнее, ну, в здоровый образ жизни, входит что-то еще другое. Ну, там, режим, понятно, да? Но ведь что-то еще? А самое главное, это то, что у нас в голове. То есть, я всегда придерживалась политики, что именно внутреннее состояние человека, его образ мышления, он в первую очередь должен быть здоровым. А все остальное, это уже некое приложение. Есть ли помыслы твои чистые? Именно, именно так же. Но это не перерастает в одержимость? Нет, ни в коем случае, конечно же. То есть, есть какая-то золотая середина, да? Естественно. Да, да. Это важно. Ну, наверное, трудно остановиться, когда ты каждый день видишь результат все лучше и лучше. Конечно. Мне кажется, очень легко быть одержимым в таком случае. На самом деле, здоровый образ жизни, это и добрые дела, добрые поступки. Вот, вот, я об этом хотел сказать. Это волонтерство, это патриотизм, это творчество. Это оккультуроваться надо. Да, это самореализация. На самом деле, это не сводится только к какому-то определенному... Режим питания, спорт. Режим питания, спорт, нет. Вот я об этом и спрашивал. Это отношение к родителям, это отношение к своему окружению, это взаимопомощь. То есть, все такие моменты, вот что здоровое будущее, вот что это такое, к чему мы и стремимся. Возвращаясь и стремясь все-таки к здоровому образу жизни и к премии, хочу напомнить о сроках. До 10 марта принимается, осуществляется сбор заявок на участие в премии, как уже сказала Валерия, по адресу artvins.rf. С 10 по 15 марта работа группы экспертов, отбор по 5 участников в каждой номинации для народного онлайн-голосования. Расскажите про это, кто эти эксперты, как именно, по какому принципу они будут отбирать, на что обращать внимание. Как я уже говорила, у нас всего 8 номинаций. Так вот, по каждой из номинаций будет выбран один из экспертов, человек, который в этой теме разбирается очень хорошо. И именно поэтому этот экспертный совет будет как раз-таки выбирать из заявок по данной номинации тех людей, которые наиболее полно, красочно себя в этом проявили. Можете привести пример номинации и экспертов? Экспертов, к сожалению, мы пока не оглашаем. Это маленький секрет. А номинации такие, как, например, мама в стиле ЗОЖ, бизнес в стиле ЗОЖ, это студент, волонтер в стиле ЗОЖ, семья и так далее. Слушай, тут еще есть артист в стиле ЗОЖ. Еще есть артист в стиле ЗОЖ, вот тут я сомневаюсь, конечно, с этой номинацией. А почему? Ну так, если у меня какие-то, знаете... Ну, артисты не досыпают, наверное, Саша, про это имеют в виду. Конечно, там никакого режима совершенно. Очень активный ритм жизни. Репетиции постоянно. Кстати, вот вопрос у таких людей. Если у вас очень активный образ жизни, и вы все время куда-то мчитесь, и не успеваете ни поспать, ни поесть толком, можно в таких условиях все-таки придерживаться здорового образа жизни? Это реально? Конечно, реально. Советы какие-то для людей очень-очень занятых? Есть маленькое правило шести минут, магия утра. Если у вас нет такого времени для того, чтобы уделить время себе в плане здоровья, то вы можете тратить какие-то коротенькие минутки в течение всего дня, например, поприседать, сидите на рабочем месте, почему бы не встать. И не знаю, выпить стакан воды всегда можно уделить маленькую минуточку для поддержания своего здоровья, здорового образа жизни в целом. И все-таки мы говорили о золотой середине, что невозможно быть идеальным человеком во всем. Что можно себе позволить такого из низош, чтобы такой разгрузочный день был? Не обязательно про еду, хотя и про нее можно тоже. Что вы себе позволяете как-то хулиганить в этом отношении? Порой я много сплю, порой я действительно балуюсь фастфудом. Для меня это такие, наверное, самые весомые... Потом как-то искупляете свою вину? Конечно. Три час в сутки, например? Нет, потом я просто в зале усердно, на дорожечку, два часа, кардио, все как полагается. Игорь, вы что делаете? Да, обычно, когда человек входит в систему ЗОЖ, ему уже не хочется баловаться. Да? Серьезно? Да, конечно. То есть весь тот труд, который потрачен на оздоровление своего организма, приводит к тому, что организм просто не требует... И не хочется. Ну, да, порой не хочется. И просто уже вот эта система, эта привычка становится частью жизни человека. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.